Вот открыли силу Сибири, меня спрашивают прокомментировать, говорят как-то буднично, ну а что буднично, Путин сказал поехали, его спросили разрешите дать команду на открытие линейного крана, разрешай, газ пошел в Китай по вот этой силе Сибири, ну газ, говорят, стал теперь стоить в Европе, дошел до 15-летнего минимума, да, сразу же вдруг, да, и в Китае соответственно, помните, только что в Шанхае на международной конференции было заявлено официально, что Китаю и не нужен газ ни в каком больше объеме, да, ну дополнительно к тому, а тут целая сила Сибири, о чем говорит, о том, что будут демпинговать, цены будут ничтожные. Вот, и что происходит с каждым из нас после открытия силы Сибири? Да ничего, мы становимся только беднее, у нас национальное богатство воруют, что вот любому человеку в России перепадет от силы Сибири? Вот, может быть, в этой Сарапулке вода из колонки будет дешевле? Не будет, будет только прибавляться, почему? Потому что Путин видит, что можно воровать вообще там невообразимыми масштабами, и никто не предлагает решить там, я имею в виду из народа, вопрос, да, одним махом, да, со всей этой мразью, да, ну кроме Мальцева там и нескольких, может, еще человек. Это должны предлагать все, везде и всюду. Кругом должна быть написана революция, перевернутая цифра 5 в виде кола и так далее. Везде должно это быть. Но они мониторят, видят, нет, нихера, все нормально, народ доволен. Вот силу Сибири открыли, сейчас украдем. Вот Эрдоган назвал дату запуска турецкого потока 8 января тоже. Ну, понятно, что газ не будет стоить ничего. Ну, Путин компенсирует то, что недоворует здесь, компенсирует за счет народа, за счет вот этих колонок, у которых везде будут банкоматы. Скоро банкомат каждому на жопу повесит, чтобы в туалет нельзя было сходить без этого, не оплатив, да, не оплатил все, там будет пробка железобетонная, и все, и никуда не сходишь. Субтитры сделал DimaTorzok